Продолжить работу развития системы образования республики, сказал Рашид Семреза в своем послании Народному собранию, что сделано и что еще предстоит. К его боевым наградам добавился орден за заслуги перед Карачаевой Черкесией. Весерану войны Федору Смородину награду вручили в день его 102-летия. Каждое обращение изучается детально и направляется в профильное ведомство для его решения, сколько вопросов поступило к Путину и сколько уже удалось решить. Кубок победы в Черкесии состоялся межрегиональный юноармейский турнир по армейскому рукопашному бою. Кто стал победителем? Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Карачаева, Черкесия. Повышение качества образования – главная цель. Министр образования и науки Карачаева-Черкесия Инна Кравченко прокомментировала ежегодное послание главы Карачаева-Черкесии Рашида Семрезова Народному собранию республики и ее ведомства. Какая работа уже проведена и что необходимо для выполнения поставленных задач, расскажет Альбина Ламкова. Оценка развития региональной системы образования дана и определены новые задачи, в соответствии с которыми были даны поручения в ежегодном послании главы Карачаева-Черкесии Рашида Семрезова. К исполнению уже приступили они выполнимы, так как необходимые условия для работы созданы, сказала министр образования и науки республики Инна Кравченко. Достаточно хорошая основательная работа и фундамент был заложен до того, как завершается работа национального проекта образования. Я хочу сказать, что за весь период образования все контрольные точки в рамках реализации национального проекта образования были достигнуты. Это и строительство, и капитальный ремонт школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их современным оборудованием. Конечно, профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров, реализация программ, повышение квалификации, методическая поддержка. Конечно, остаемся приверженцы основной цели – это повышение качества знаний наших учеников, это в том числе качество работы наших сотрудников, педагогов, непосредственно их подготовка, переподготовка, повышение квалификации, это подготовка кадров профессионального уровня. Сегодня эту задачу также Рашид Борисбевич обозначил перед нами. Над этими и многими другими задачами мы готовы работать на перспективу ближайшую. В планах достойно завершить национальный проект образования. На смену ему в 2025 году придут новые, направленные на дальнейшее развитие отрасли и повышение качества образования. Начнет формироваться и реализовываться новый проект по созданию инфраструктуры дошкольного образования, в том числе это то, чего раньше не было, то есть это строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций. И хочу отметить, что в рамках поддержки и поручений главы Карачаева Черкесской Республики уже в 2024 году будет отремонтировано за счет республиканских средств 12 дошкольных образовательных организаций по одной образовательной организации в каждом муниципальном образовании. В 2025 году в рамках нового национального проекта эта работа будет продолжена и будет длиться до 2030 года. Надо отметить, что помимо капитального ремонта будет и строительство дошкольных учреждений. Там, где необходимо продлят строительство общеобразовательных организаций. Уже в этом году введут 4 объекта почти на 1500 дополнительных мест. Это даст возможность решить проблему со второй сменой, ликвидируя ее полностью. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. 102-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Федор Владимирович Смородин из Узджигуты. Имени Ника поздравили представителей власти, казачества, ветеранской организации. Федор Владимирович в день своего рождения получил высшую государственную награду региона – Орден за заслуги перед Карачаева Черкесской Республикой. Артур Мхце побывал в гостях у фронтовика. В свои 102 года он все так же бодр духом и является примером для окружающих. Помнит многое из того, что довелось пережить. И готов рассказывать об этом заинтересованным слушателям. Когда немецу объявили война, нас, значит, все направили на перевал. На перевале я был до января месяца. И потом, значит, нас опять всех связистов направили в Сухоми. Боевой путь 19-летнего на тот момент уроженца у Жигуты Федора Смородина начался на Северном Кавказе, а завершился в 1945-м в Австрии, в Вене. Ветеран Великой Отечественной войны имеет несколько боевых наград. А накануне очередного дня рождения Рашид Темрезов присвоил ему высшую государственную награду региона. Орден за заслуги перед Карачаевой Черкесской Республикой и поздравления передал зампред правительства Евгений Гордиенко. Еще раз поздравляю вас, Владимир Владимирович. Дай Бог долго без жизни, чтобы вот так в кругу близких, в семье своей, вы радовались своим детям, внукам и их достижениям. Поздравили ветерана с днем рождения представители казачества, ветеранской организации, волонтеры и, разумеется, родственники. Мы много чего подчеркнули от него. Очень много у нас общего, много науки от него мы знаем. Большая, хорошая семья. Гордимся тем, что он у нас есть. Артур Мхцемиха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия, Ужигута. Продолжается работа по решению вопросов, поступивших к президенту России Владимиру Путину в ходе прямого эфира. Из Карачаева-Черкесии поступило более 5000 обращений. Народный фронт с первых дней взял на контроль решение этих вопросов. На базе общественной палаты Карачаева-Черкесии состоялось совещание с участием представителей Народного фронта, администрации главы и правительства республики и различных органов власти, на котором обсудили ход работы с обращениями, поступившими на горячую линию президента страны. Мадина Каракетова далее. Народный фронт взял на контроль решение вопросов, поступивших на прямую линию с Владимиром Путином. Из Карачаева-Черкесии к президенту страны обратились 5444 человека. И все вопросы, на которые Путин не успел ответить, были направлены в регионы. И Народный фронт назначен контролирующим за исполнением этого задания. Совершенно разнообразные обращения на самом деле поступили от жителей Карачаева-Черкесии. И есть практически во всех направлениях жизни социальные вопросы достаточно много. Есть вопросы от участников СВО, которые требуют какого-то включения органов власти, помощи. Есть вопросы жилищного характера по молодой семье, по другим нашим программам. Есть вопросы традиционные, ЖКХ, здравоохранение. Ну, надо сказать, что по здравоохранению, если раньше мы понимали, что это в основном вопросы по ковиду, ноль вопросов по ковиду, понятно, что это уже не актуальный вопрос. Ну вот, а все, что касается новых территорий, все, что касается помощи людям, да, эти вопросы на острие. Участники совещания обсудили промежуточные итоги работы с обращениями. На сегодняшний день из них выполнено и закрыто 2898 обращений в работе у различных органов власти, федеральных, республиканских, муниципальных 2546. Участники совещания отметили, что очень активно отработали по обращениям Социальный фонд России, Федеральная служба судебных приставов и медико-санитарная экспертиза практически на 100%. Очень большое внимание уделяет глава республик, он очень часто проводит приемы по всем этим вопросам, поручения. А вот вы сами слышали от последнего послания главы, насколько подробно все было расписано именно по всем этим аспектам. Ну и вот прямой эфир президента России мы очень четко отработали с ОНФ. Уровень работы вы можете оценить тем, что мы вошли в пятерку лучших регионов, которые вот и по качеству, по скорости провели модерацию всех этих вопросов. Каждое обращение администрации главы Карачаева-Черкесии и Народный фронт изучают детально, после чего оно направляется в профильное ведомство или учреждение для его решения. Все обращения мы контролируем до их полного закрытия, рассказала вестям руководитель исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмила Капушеватак. Народным фронтом совместно с Межрегионгазом и Минпромом республики были отработаны 90% обращений, касающихся газоснабжения. И не только. Также вопросы, то, что касается особых вопросов на нашем контроле, это запуск ФАПа, фельдшерско-акушерских пунктов. Вот в Офроловском заработал он, хотя он был построен, но никак вот, как бы, жители пожаловались. Мы, естественно, обратились не только в Минздрав наш, но и в дирекцию Капстроя, и вот совместно с ними отработали этот вопрос. Есть такие более живые вопросы, когда, допустим, участник СВО не мог получить по каким-то бюрократическим причинам удостоверение ветерана. Тоже военкомат очень быстро включился в этот вопрос, и достаточно оперативно они все это отработали. То есть вот так вот работаем практически по каждому обращению. Большое количество обращений удается обработать при поддержке администрации главы правительства республики. Народный фронт продолжает следить, чтобы ответственные органы выполняли поставленные президентом страны задачи в самые кратчайшие сроки, сказала Людмила Капушева. Но есть еще рабочие моменты и нюансы, на которые следует обратить самое пристальное внимание. Мы должны в этом направлении работать и больше, и лучше, подчеркнула заместитель руководителя администрации главы и правительства Карачаева-Черкесии Франческо Остежева. В ходе заседания ответственными лицами были определены приоритетные направления для более эффективного и оперативного решения поступивших обращений. Мадина Каракетова, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. В этом году объявлен нам в республике главой Карачаева-Черкесии Камия участвовала в творческой и волонтерской деятельности, была президентом родной школы. Активная гражданская позиция только усилилась в студенческие годы. Кроме того, наша землячка с самого детства была натурой, увлеченной искусством. Альбина интересовалась литературой, актерским мастерством и музыкой. Особая любовь у нее к кулинарии, которая вдохновила Альбину реализовать проект о старинных рецептах «Аутентичная кухня народов Карачаева-Черкесии». Проект получился ярким, красочным и вкусным, а главное в своих телевизионных выпусках Альбина сумела показать, насколько разнообразна культура народов нашей республики, неотъемлемая часть которой – кухня. Несмотря на богатый трудовой путь от специалиста территориального подразделения Росстата до начальника пресс-службы СКГА, Альбина по-прежнему находит время, силы и желание быть полезной для своей республики. За ее плечами немало социально значимых проектов и добровольческих инициатив. Рашид Тимрезов выразил слова благодарности Альбине за ее творческую деятельность, большой вклад в развитие гражданского общества и неравнодушие к судьбе родной республики. Именно за чуткой и активной молодежью и будущее Карачаева-Черкесии и всей России нашей великой державы, сказал глава республики. Настойчивость в спорте может превратиться в выдающиеся достижения. В Черкесске прошел межрегиональный юно-армейский турнир по армейскому рукопашному бою Кубок Победы, посвященный ветеранам и героям Великой Отечественной войны. Про торжественное открытие, награждение победителя и чествование гостей расскажет Майя Хамдухова. Федерация армейского рукопашного боя – один из видов боевых искусств, который включает в себя различные виды единоборств. Такой вид спорта вызвал большой интерес у подрастающего поколения, ведь спорт – это не только про медали, но и про искусство самообороны и защиты. Если говорить о преимуществах, то он менее травмоопасен и предназначен как для защиты, так и для нападения, говорят организаторы. Армейский рукопашный бой совмещает в себе как раз-таки все виды единоборств. Я думаю, наши дети дадут серьезный отпор. От Карачаева-Черкесии выступает военно-патриотический плуг воин. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости – члены жюри и болельщики. Со словами напутствия и дальнейших побед присоединился и замминистра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. Я хотел бы, чтобы вы росли на примере героев, на примере тех героев, которые сегодня повторяют подвиг наших предков. Поэтому хотелось бы, чтобы быстрее воцарила победа, мир, чтобы мы могли продолжать созидать. Желание детей участвовать в больших турнирах усиливается, когда есть воля к победе. В соревнованиях участвовали юные бойцы в возрасте от 6 до 15 лет. Мальчики и девочки, которые продемонстрировали мастерство и навыки владения приемами рукопашного боя, показали болельщикам и судям захватывающие поединки. Стать примером верности данному слову, спортсмены учатся не только в спортивных клубах, но и из истории ветеранов Великой Отечественной войны. Именно им посвящен межрегиональный фестиваль Кубок Победы. Пропагандируя такой вид единоборств, у юных спортсменов формируется патриотическое воспитание, которое закаляет их на преодоление жизненных препятствий. Я начинала заниматься КУДО, потом перешла в Зиндакай-Картедо. Когда наш клуб закрылся, я решила продолжить свой путь и прийти сюда. По окончанию юно-армейского турнира свои заслуженные медали получили бойцы из Южного федерального округа и Северного Кавказа. В сборной команде из девушек призовые места заняли военно-патриотический клуб «Воин» из Карачаева, Черкесии, спортивный клуб «Арагац» «Буденовск» и двойной дракон «Пятигорск». По словам опытных наставников, победы, как и поражения, даются нелегко. Но лишь в том случае, когда человек поймет, что есть вещи поважнее, чем победы или поражения, только тогда он станет чемпионом. Майя Хандохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. Далее смотрите интервью с генеральным директором управляющей компании «Архезыгрупп» компании «Монтера» Романом Киранчуком. С ним беседует Альбина Ламкова.